Пророк Мир ему рассказал, что одним из признаков приближения Конца Света является увеличение зла и распространение насилия среди людей. Поэтому необходимо проявить терпение, как завещал Пророк Мир ему своим сподвижникам, когда они просили у него завещание. Посланник Аллаха Мир ему сказал, у Конца Света есть признаки. Один из сподвижников спросил, о посланник Аллаха Мир тебе, каковы его признаки? Он ответил, возвышение голосов греховного, фиск в мечетях и одержание верха скверными, заблудшими людьми над правдивыми. Тогда один из бедуинов спросил, о посланник Аллаха Мир тебе, что ты велишь мне совершать в такой ситуации? Пророк Мир ему ответил, откажись от известного тебе порицаемого и придерживайся истинного, о котором ведаешь, и оставайся у себя дома. В другом предании говорится, что некий человек спросил Пророка Мир ему, «О Пророк Аллаха Мир тебе, как ты велишь нам поступать, если нами будут править люди, которые станут требовать от нас соблюдения своих прав и лишать нас прав наших?» Пророк Мир ему ответил, слушайтесь их и повинуйтесь им. Поистине, на них возложена ответственность соблюдать справедливость, в противном случае грех за это ложится на них. А на вас ответственность слушаться их и повиноваться им, при соблюдении которые Всевышний Аллах одарит вас благим воздаянием. «Отдавайте им то, что они требуют от вас, даже если несправедливо, и не требуйте от них выполнения обязанностей по отношению к вам. Если они не соблюдают ваши права, то не воюйте с ними, а просите Аллаха вознаграждение за то, что они требуют от вас. Им воздастся за то, что они творили, а вам за то, что творили вы». Посланник Аллаха Мир ему также говорил, «В последнее время, перед Судным Днем, появятся люди, у которых лица людские, а сердца дьявольские. Они словно свирепые волки, проливающие кровь людей. Их сердца будут полностью лишены милосердия, им не будет отвратительна мерзость. «Если ты последуешь за ними, то они сядут верхом на тебя, а если будешь скрываться из виду, то они станут злословить о тебе. Если они будут говорить с тобой, то солгут тебе, если ты доверишься им, то предадут тебя. Их дети вредоносны, их молодежь – дьяволы. Их пожилые не призовут тебя к добру и не удержат от зла. Старание возвеличиться посредством них – унижение. А стремление обрести то, что у них в руках – нищета. Кроткий человек для них – заблудший и следующий страстям. Правдивый – подозрительный. Истинно верующий – униженный. А нечестивец – почитаемый. Сунну пророка, мир ему, они воспринимают как вредное нововведение, а нововведение – как сунну. В это время власть над этими людьми предоставят наихудшим из них. Тогда лучшие из них обратятся с мольбой к Аллаху, но Господь не ответит им. Когда какой-либо народ нарушит договор с Всевышним Аллахом и Его посланником, мир ему, Творец непременно направит на них врагов, которые отберут у них имеющиеся. Когда их предводитель не станет править согласно книге Всевышнего Аллаха, Господь ввергнет их в жестокие междоусобные войны. Пророк мир ему отмечал. Кто желает отдалиться от огня ада и войти в рай, пусть встретит свой смертный час, будучи в вере в Аллаха и судный день. И пусть он относится к людям так, как он желает, чтобы они относились к нему. Человек не знает, какой будет исход его жизненного пути. Покинет ли он сей мир в вере или нет. Счастливым будет конец жизни или злосчастным, ведает лишь Всевышний Аллах. Однако целью вышеуказанного является совершение человеком того, что послужит причиной его благого конца и смерти в вере в Аллаха и судный день. Как сказано в хадисе, человек умирает в том состоянии, в каком он жил. Каждого раба в судный день воскрешает в том состоянии, в котором он покинул этот мир. Поэтому рабу необходимо иметь хорошее мнение о Всевышнем Аллахе, думать, что он одарит его благим исходом жизненного пути. И вместе с тем необходимо держаться за те способы, которые помогают ему в этом. Также ему надлежит терпеть причиняемый людьми вред и обходиться с ними так, как он хотел бы, чтобы обращались с ним. Ему подобает делать добро людям, как и сказал пророк, мир ему. Все люди — это подопечные Аллаха, и самый любимый из них для Творца тот, кто наиболее полезен для его подопечных. Тем самым пророк, мир ему, гарантирует для такого человека то, что Всевышний Аллах отдалит его от огня ада и введет в рай. Пророк, мир ему, также сказал. Судный день не наступит до тех пор, пока две большие группы не станут воевать друг с другом. Между ними будет большая война. Каждая из сторон будет призывать к одному и тому же, то есть к исламу, и каждая сторона будет полагать, что именно она права. Также, пока не появится около тридцати даджалий, лжемессий, каждый из которых будет утверждать, что он посланник Аллаха. И пока не исчезнут истинные религиозные знания, не увеличится землетрясение, время не будет проходить быстрее, не появятся смуты, не увеличится волнение и убийство, не увеличится ваше богатство так, что из-за его изобилия богатого охватит забота о том, кто же возьмет его пожертвования, закят и садока. И даже если он найдет такого человека, последний скажет ему, «У меня нет нужды в нем». И пока люди не будут соревноваться в строительстве высотных домов, и пока человек, проходя мимо могилы другого, не скажет, «О, если бы я был на твоем месте!» Благо в терпеливом перенесении вреда. Лицемер – это человек, который много жалуется, мало приносит пользу другим и много спорит. Праведные предшественники завещали своим последователям, чтобы они терпеливо переносили вред от людей. Один из них сказал своему ученику, «Терпи укус комара и скорпиона, дабы ты смог переносить вред от других». Как-то раз он увидел Мюрида, убивающего комара, и сказал ему, «Как ты можешь стремиться встать на путь тариката, путь приближенных к Аллаху людей, в то время как ты удовлетворяешь желание своего гнева, убивая комара, а не терпишь его укус?» Один из шейхов говорил, «Самым величественным нравом Мюрида является сохранение уважения к братьям по вере, красивое обхождение с ними и неимение запаса одежды, еды и денег». Когда праведника Ашибли, который находился в лечебнице, навестила группа людей, он спросил их, «Кто вы?» Они ответили, «Посетители, которые любят тебя». Тогда он стал закидывать их камнями, а они стали убегать. И он сказал, «О лжецы! Если бы вы любили меня, то терпеливо отнеслись бы к вреду с моей стороны». Один из праведников сказал, «Если ты сможешь не гневаться ради чего-либо мирского, то поступай так». Субтитры создавал DimaTorzok